Всем добрый день! Сегодня у нас старт марафона 8 марта. Мы будем шить вот такое платье. Я немного расскажу, какие материалы мы будем использовать. Кто купил материал уже молодец, кто не успел приобрести, ничего страшного. То есть в течение недели, я думаю, всем успеет дойти. И в принципе пошив займет от 4 до 8 дней. Неплотного рабочего графика, естественно. Так, давайте посмотрим, что мы используем. Основой всей конструкции является фатин. Какой фатин выбирать? Естественно, трехметровый, полутораметровый я никогда не использую. То есть только трехметровый. Что по расходам? По расходам у меня на платье ушло около 30 метров. Можно использовать немного меньше, но это придется экономить. Сделать меньше слоев на платочках, допустим. Делать их короче, делать саму юбку короче. Допустим, не делать технику закладывания оригами, а заменить это на кружево. То есть это тоже сэкономит, допустим, метра 4. То есть и так далее. То есть, в принципе, если сильно экономные, могут потратить 15-20 метров. Если вы хотите полностью повторить в этой технике, то есть в трех приемах, то уйдет 30 метров. Что касается цвета и сочетания оттенков. Оттенки выбирайте очень аккуратно. То есть должны быть очень близки к друг другу оттенки. Допустим, в кадре, возможно, этого не видно, но этот фатин у нас больше похож на цвета желток, а этот более лимонный такой, более светлый. И при совмещении этих оттенков будет очень красивый переход. Но я вмешала вот этот цвет в мой насыщенный темный, вот такой фиолетовый, смотрелось бы крайне неудачно. Хотя они очень близкие к друг другу вроде бы как. Но это пастельное, а это насыщенное. И это сложное совмещение, то есть опасное. Не всегда оно получается красиво. Если делать коллекцию, то есть во втором платье будет этот цвет, то они будут сочетаться. А если соединять в одном платье, то уже нет. То есть здесь будет нарушение правила совмещения темное. Ставить со светлым. То есть это лучше не делать. Лучше делайте один тон и все. Если бы я нашла немного другого оттенка, то есть этот более сиреневый, а другой более фиолетовый. Но они были бы в одной темновой позиции. Тогда это бы было хорошо. Мы можем использовать два варианта. Либо мы шьем сами вышивку. То есть либо вот такую, как я предложила в викторианском стиле. То есть как бляшечка. Можно сделать цветочек и расположить, допустим, на плече. Либо на поясе. Я не ограничиваю фасони. То есть вы можете не делать юбку-карандаш. То есть вот эту узенькую. А делать всю юбку сразу от талии. Что тоже сократит расход фатина. То есть фатина понадобится гораздо меньше. Также, кто не хочет, чтобы у вашего ребенка были плечи открыты. Придумываем какую-то другую конструкцию. Что-то додумываем. То есть менять на свое усмотрение, в принципе, можно. Также, кто не собирается шить иголкой. Для вышивки, кстати, понадобится пяльца. И бусы, бисер, кристаллы. То есть идете в магазин, ищите все, что подходит под тон вашего фатина. Вот прям с кусочком фатина ходите и подставляете, насколько он подходит. Допустим, на желтое я собрала все, что нашла. Это и различный бисер, и посветлее, и потемнее. И все по пачечке этого, в принципе, будет достаточно. Даже взяла золото тоже, потому что он тоже приближен, в принципе, к желтому пайетке. То есть все, кристаллы, все, что находите этого тона. Если вы не будете вышивать, соответственно, вы можете использовать кружбу. Например, кружево из пайеток, бисера, расшитое, либо вышивку на сетке. Но главное, оставайтесь в тон. То есть, чтобы сильно не отличалось. Допустим, белое кружево будет плохо смотреться на любом из цветных фатинов. Белое кружево можно на цвет туа посадить, на телесный, на кофейный, но не на цветной. На цветном будет гораздо хуже смотреться. Это, допустим, серебро, цвет, в принципе, неприхотливый. Серебро, золото, его можно сочетать хоть с каким, хоть с сиреневым, хоть с золотым. То есть кружево нам понадобится в районе 30 сантиметров. То есть это раппорт. Раппорт обычно 30-35 сантиметров. Вот это фрагмент, вырезанный от раппорта, как раз большой кусочек. Дробить его можно, то есть по каким-то частям. То есть смотрите, главное, чтобы он оставался такой целостным. И можете размещать. Размещение может быть хоть сверху, хоть снизу. То есть это на ваше усмотрение. В уроках у нас только идет вышивка. То есть по декорированию кружевом вы будете уже смотреть на свое усмотрение. Какие техники мы используем? Складывание фатина, так скажем. У нас идет техника платочки. Технику платочки мы используем на низ платья. Далее у нас лиф идет раскладывание полосок под типу оригами. То есть здесь самое главное, что у нас здесь нет никаких швов. То есть это, грубо говоря, кармашки. Соединение идет только по центру талии и боковой. То есть здесь вот эта вся часть идет без единой строчки. То есть по факту это полоски, в которые можно вставить палец и как будто это кармашек. Для чего это делается? Для того, чтобы было ровно, то есть не было никаких видно строчек. Закрепление идет за счет сборки по краям получается и за счет плотной сборки здесь. То есть это никак не отражается. Площадь небольшая, за счет этого все держится и не распадается, в общем-то. И не растягивается за счет того, что здесь идет долевая. И третью технику мы используем полоски со смещением. И это делается для того, чтобы сделать такой интересный нежный переход. Чтобы не обрубалось, как из-под топора, а был нежный переход. То есть это позволяет соединить верхнюю часть с нижней, чтобы все швы были закрыты. То есть срезов здесь нет, только сгибы. Технику платочки мы выполняем в трех размерах. То есть это размер 12 см, 18 см и 34 см. В уроках вы все увидите. Что эта техника позволяет сделать? Она позволяет сделать пышный низ с интересной фактурой. При желании можно даже приподнять вверх, чтобы было это видно. То есть кто-то может присоединить так, чтобы стояло прям горизонтально. То есть вы можете менять по своему усмотрению фасон, поднимать, делать длиннее, делать хвост до пола, делать платье в пол, не брать вот эту часть. То есть либо делать вообще силуэтную юбку, пышную юбку только павлином. Технику применять в другую сторону. То есть как-то моделировать под себя. Здесь я вам даю, получается, только приема. Вы уже включаете свою фантазию и делаете на свое усмотрение. В цветовой палитре я вас не ограничиваю. Главное, будьте аккуратны в смешивании цветов. Что касается использования других материалов, то есть не фатина, не прозрачных тканей. Лучше в этой технике его не использовать. Так как, если вы будете применять технику складок, рюш, во-первых, это бешеный расход. Во-вторых, это будет просто неподъемным платьем. С этим материалом мы будем шить детское платье, но в следующем проекте. Поэтому вы увидите, как можно делать детское платье. Очень интересное, с интересными приемами, но уже с основой. В основе также можно будет применять кружево, но это будет уже другая история. Желаю всем вовремя закончить. По вопросам можете писать мне личные сообщения в ВК. Я, по возможности, буду отвечать. В зависимости от загруженности. От одного до трех дней. Всем удачи! Всем пока-пока!